Добрый день! В эфире Ильявунг ТВ. У нас в гостях бывший премьер-министр Республики Армения, лидер партии Христианско-демократический союз Армении Хозроф Меликович Харучинян. Добрый день, Хозроф Меликович! Здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Хозроф Меликович, вот уже почти месяц на границе очень напряженная ситуация, на границе Армении с Азербайджаном. Как вы видите разрешение этой ситуации и что привело к такому напряжению? Я думаю, что прежде чем говорить, какие можно видеть выходы из данной ситуации, стоило бы озвучить те проблемы, те вопросы или, скажем, те действия действующей власти, которые привели к этой ситуации. Что я имею в виду? Мы все, во всяком случае в обществе, у подавляющего общества есть консенсус в том понимании, что после 9 ноября те шаги, те действия, которые предпринимала сегодняшняя власть в лице Пашимяна, они абсолютно не вытекали из обязательств, взятых сторонами данным трехсторонным заявлением. Я что имею в виду? Во-первых, я это очень, всегда это очень важно. Оппозиция, которой иногда власти пытаются приписать, как бы вот, сторонника, деятель, или функцию сторонников поджигания войны. Оппозиция с самого начала заявила о том, что трехсторонное заявление – это тот юридический, политико-юридический, политико-правовой базис, которая позволила фактически прекратить кровопролитие. Второе, что именно гарантом невозобновления ретидива военных, масштабных, широкомасштабных военных действий – это присутствие в регионе, в частности, в Нагоровом Карабахе российских миротворцев. И что все стороны, и, в первую очередь, армянская сторона, должна всячески поддержать, всячески способствовать миротворческой деятельности, функции, миссии, если вы хотите, вот миротворческих сил России. И для этого, это очень важно было, и для этого в этом заявлении было констатировано следующий принцип. Войска остаются на своих местах, то есть местах дислокации, которые они занимали в момент подписания трехсторонного заявления. Согласны? Это было написано. Для всех неожиданно, и, в первую очередь, для армянских, для армян, и для наших граждан, совершенно неожиданно, Пашинян, исходя из каких-то устных или заявлений, или обещаний, или соображений, это его слова, не мои, да, привел решение отодвинуть войска к границам Армении, тем самым, фактически, уступив очень сильной, очень важной позиции стратегической значимости для обороны Армении, армянских границ, по тому объяснению, что якобы, если бы не отодвинуться, то есть не оставить эти территории азербайджанцам, то была реальная опасность в том, что военные действия могли бы перекинуться на территорию Армении, в частности, в Сюгик. Мы все помним это. Тогда мы, оппозиция, в частности, я, выступил советской критикой, подчеркнув, что если вы стратегические высоты, свои стратегические позиции уступаете врагу, тем самым фактически формируете новые необратимые угрозы безопасности не только Сюника, но и всей Армении. В дальнейшем мы стали свидетелями такого развития. Сначала под свой контроль азербайджанские силы взяли дорогу Капан-Горис. Это стратегическая дорога, коммуникация, которая фактически основная часть армии связывает с Сюником, с южной частью. Потом мы с вами были свидетелями, как азербайджанцы начали занимать позиции на границе села Шурух до Караунжа. То есть практически мы с вами и все высоты, которые были переданы азербайджанцам, взяли под прямой контроль военной над Капаном, включая аэропорт. Тогда наши власти сегодняшние ничего не сделали. Ничего практически. Ситуация была такая, что практически в результате военной развестии, то есть в результате войны, 44-дневной войны, граница между Арменией и Азербайджаном увеличилась в несколько раз. То есть дошло до 500 с лишним километров. Причем эта граница, она горестая, она достаточно сложно проходима, если так можно сказать. Но в любом случае, я понимаю, что за каких-то 6 месяцев всю границу оборудовать с точки зрения военной техники, технологии, инженерных сооружений, так просто невозможно было бы, но обозначить те высоты стратегического значения, которые, если ты держишь у себя под своим контролем, тем самым ты, фактически увеличиваясь своей способности противоставить любым угрозам, это мы должны были делать. Понимаете? И в результате что у нас получилось за Арменией? За эти 6 месяцев, когда он взял, якобы заявил, или как-то распространил какую-то дорожную карту, я даже эту карту, сколько я не смотрел, не понял, где эта карта видна, да? Ну, просто он взял 6 месяцев тайм-аут, для того, чтобы просто усыпить бдительность наших граждан, и тем самым, может быть, и довести до логического какого-то уровня вот эту позицию, чтобы Азербайджан имел возможность, имел возможность, Азербайджан имел возможность непосредственно, непосредственно угрожать нашей безопасности, нашим границам, тем самым, фактически поставив под угрозу и территориальной целостности, и неприкосновестности наших границ. Мы с вами сегодня свидетели такой ситуации. Ишхан Асар, Севлич, согласитесь, дело дошло до того, что люди, настолько они уверены в себе сегодня, что они заходят в нашу территорию, да, забирают пленник, и мы ничего не делаем. Никак не можем реагировать, не реагируем на это. Это просто, это просто я хочу подбирать для эфира соответствующие, иногда очень сложно бывает, между прочим, понимаете? Вот, и я даже не могу сказать, как это назвать его. Это беспомощность? Это неграмотность? Может быть, это пактическая, как говорится, импотенция? Я не могу сказать. В связи с этим, насколько целесообразно и своевременно сейчас проводить демаркацию? Это очень серьезный вопрос. Это очень важный вопрос. Во-первых, по международному праву, по практике международной, обеих, что вот эти вопросы, демаркации или, скажем, делимитации границ, делаются тогда, когда между государственными есть дипломатические взаимоотношения, то есть они установлены, дипломатические связи есть, и эти государства находят в таком, можно сказать, понимании добрососедства, что могут спокойно рассматривать любые территориальные споры, даже вне зависимости от того, о каких размерах речь идет. Мы сегодня не в такой ситуации. Это первое. Второе. Безусловно, что сейчас проводить эту работу даже с участием посредников, даже самого влиятельного посредника России, все равно это не целесообразно, потому что то же самое, что когда ты подписываешь какие-то документы добровольные, якобы, потому что к виску приставлен пистолет. Сейчас Армения находится именно непосредственно под прямой угрозой, военной угрозой Азербайджана. Единственная сила, единственный фактор, который может немножко удержать вот этот напор, это можно сказать, это присутствие российских служб в войнах, я имею в виду даже на южных границах. Но это крайне недостаточно для того, чтобы сделать демаркацию или делимитацию. То есть, в этих... Кстати, я хочу напомнить, что эту идею под воздействием силы или угрозы применения силы, сделать демаркацию, недопустимо делать демаркацию или, скажем, делимитацию границ, высказались очень многие, в том числе крупные державы, и Америка, и Франция. То есть, это сопредседатели мельской группы, которые, в общем-то, имеют еще международную признанную функцию, миссию в деле урегулирования Карабахского конфликта. Поэтому я считаю, что любые попытки в этих условиях, в таких условиях, делать или делимитацию, или демаркацию, я не знаю, это просто противоречит здравому смыслу. И я еще не хочу... Тем более, это противоречит нашим интересам. И еще одно очень важное, мне кажется, фактор. Очень важный фактор. Смотрите. Азербайджан спешит и заявляет, что практически конфликт на Горно-Карабахске уже разрешен. То есть, нету больше такого конфликта. К сожалению, такое мнение однажды и высказала Россия, что, может быть, через некоторое время даже слово «конфликт» будет, как говорится, вытеснен из обычной дипломатической речи. Я считаю, что не только я такого мнения, многие, в том числе эксперты, в том числе и, скажем, сопредседатели минской группы, не может быть любой конфликт считаться разрешенным под воздействием или угрозой силы, или под воздействием, или вспременением силы. Такого невозможно. Тем более, что мы с вами все... И они тоже, в том числе и азербайджанцы, и россияне тоже понимают это, что не может мир быть стабильным, то есть статус-кво, и, следовательно, как будто перспективным, если в основе этого мира не лежит рациональный баланс интересов. Рациональный баланс интересов. Кстати, многие, я читал иногда, и вот такие экспертные аналитические высказывания связаны с тем, что, вот скажем, сейчас армяне оказались в таком, в худшем ситуации, в худшем положении, да, поэтому они говорят о балансе, справедливом балансе интересов. Почему так они не говорили, скажем, не думали, когда все эти семь районов были у них под их контролем. Я хочу еще раз подчеркнуть, что и тогда, и тогда армянская сторона говорила об этом. Если бы не это, то не было бы, скажем, вот, не было достигнуты нашими усилиями, скажем, вот, мадридских принципов. Потому что не было бы, скажем, вот этого процесса казанского, когда практически, исходя из, или на базе мадридских принципов и договоренностей, да, в Казани, непосредственно под руководством российского президента тогдашнего Медведева, фактически добились какого-то вот урегулирования конфликта на бумаге, правда, но которое уже давало возможность в перспективе, шаг за шагом реализовать вот именно этот принцип. То есть мы тогда еще говорили, что мир может быть стабильным в регионе, если он зиждется, как говорится, на справедливом балансе интересов. Мы и сейчас тоже подтверждаем, что это крайне необходимо. Поэтому я думаю, что любые попытки, как бы вот, застолбить сегодняшнюю ситуацию под давлением силы или под угрозой силы, применение грубой военной силы, вооруженной силы. Может, это немножко отодвинет разрешение конфликта, но это не будет разрешение конфликта. Это будет минозамедленного действия для всего региона, не только для Армении или для Азербайджана. Это будет минозамедленного действия для всего региона Я думаю, Россия это понимает, россияне это понимают. У нас осталось 4,5 года по договору, миротворцы 5 лет, будут в Арцахе, в Карабахе. То есть эта мина может взорваться через 5 лет? В принципе, вы знаете, я думаю, что такую перспективу исключить нельзя. Как взорвется эта мина или как понять, что значит мина взорвалась? Я имею в виду то, что рано или поздно одна из сторон постарается использовать какую-то ситуацию и возобновить военные действия с целью восстановления баланса интереса. Вот это я имею в виду. Кто это будет делать? Кто это сделает? Когда это сделает? Может быть, через 5, через 10, может быть, 20 лет, я не знаю. Но в мировой практике довольно известно, почему Вторая мировая война началась. Потому что Первая мировая война у многих акторов основных, результат Первой мировой войны рассматривался как несправедливая с точки зрения баланса интересов. Это обычное. Это даже в природе так. Не может быть какой-то ситуации, которая должна быть стабильной, если она просто балансирована. Сейчас интересы карабахцев, армянской стороны, они не сбалансированы с точки зрения своей безопасности. Они не сбалансированы. Они сегодня, мы сегодня не, хотя мы говорим, что активная фаза военных действий прекратилась, то есть нет активных военных действий и кровопролития, но война продолжается. Это каждый день чувствуем, наблюдаем на своих границах. Причем продолжается война не только, как говорится, в риторике наших противников или врагов. Но это продолжается на самом деле. На самом деле, на наших границах мы сами это видим. Понимаете? И в этих условиях сказать, что практически баланс интересов восстановлен, это не так. Это безусловно не так. Всегда, все время в основе разрешения Карабахского конфликта лежало неотъемлемое право народа Карабаха на само правление. И поэтому я думаю, что пока мы не добьемся, мы, я имею в виду, не только армянская сторона, все те, которые заинтересованы в стабильности в регионе, когда пока мы не добьемся того, что вот это естественное право любого народа было здесь, в данном случае, учтено в полном своем объеме, в полном своем, пока этого не произойдет, сказать, что конфликт разрешен и мир или регион находятся в стабильной ситуации, я думаю, будет очень-очень преувеличено. Теперь по поводу востроков миротворцев. Это тоже очень важный момент. Посмотрите, сегодня практически единственная сторона, которая затягивает этот процесс, подписание мандата миротворцев, это Азербайджан. Азербайджан и россияне все это хорошо понимают и питаются любой ценой, в том числе и уговаривая, иногда где-то делая какие-то уступки, делают уступки с тем, чтобы получить вот эту возможность, как говорится, юридического, правового, политико-правового, что ли, признания или обоснования присутствия российских миротворцев там. Потому что одно дело трехсторонное заявление, другое дело, когда все три стороны подписывают мандат этих миротворцев. Вот это вопрос, который как бы вот в какой-то степени сковывает сегодня деятельность России, или считать Россией, который заставляет российскую сторону немножко считаться, больше считаться с азербайджанскими претензиями и так далее, чем может быть когда-либо. Но все равно у нас лимит времени, ресурс времени всего-навсего 4,5 года. За эти 4,5 года армянская сторона, Армения и Арабах, должны восстановить способность, дееспособность, способность нормального функционирования государственного организма во всех сферах, начиная от безопасности, кончая других сфер. Понимаете? Это очень сложная задача. Это очень сложный вопрос, который не по силу сегодняшних властям. Если не добавить, что сегодняшние власти абсолютно этим не обеспокоены. То, что мы наблюдаем, то, что мы видим, что происходит сегодня, и какими предложениями выступает пример или ее пример, я думаю, что у нас у всех есть основания считать, что такой политикой, такими шагами мы просто добавляем те угрозы, причем необратимы, необратимы угрозы безопасности не только южной границы, но и всей Армении. Вот согласитесь, что даже многие эксперты были удивлены предложением Пашиняна, что мы, знаете, предлагаем, просим вас, господин Алиев, будьте добры, отойдите на свои границы, вдоль своей границы против вас. Мы тогда обещаем, и на своей территории отодвинемся еще глубь. И даже предлагаем, представляете, каких-то международному сообществу, причем конкретно есть адресат минской группы, членом которой является Турция. членом которой является Турция. Мы предлагаем минской группе на нашей территории организовать какую-то миссию или наблюдателей, или миротворцев. Что это означает? Это означает, что прямо или косвенно вы уже обозначаете, что эти территории можно считать спорными. Коль на этих территориях, вы считаете, что могут развернуться миротворческие, новые миротворческие, международные миротворцы, или, скажем, наблюдатели. Это раз. Во-вторых, скажите, пожалуйста, если член минской группы Турция примет решение, или изъявит желание принимать участие в этих наблюдательных процессах, как мы будем реагировать? Мы должны отказать? Если откажем, тогда такое предложение вообще, потому что там все принимаются решения по конкурсу, правильно? Если вы отказываете меня, я, предположим, Турцию, да? Отказываете Турции принять участие, тогда почему Турция должна открыть зеленый слой для такого проекта? Или для кого? Абсолютно. Следовательно, армянская сторона вынуждена будет. Еще раз подчеркиваю. Это предложение, осознанное предложение. Это как раз приглашение Турции на армянскую территорию. Это приглашение Турции. И ничего иного. Если мы не согласимся с турецким предложением, что, друзья мои, мы обещаем, что будет очень аккуратно все сделано, ничего нестандартного, мы обещаем это. Если мы им откажем, такое предложение вообще откажем, останется висеть в воздухе, не будет принято, азербайджанцы получат право, как получили мы. Сделали все возможное, легитимировали их действия путем военного вмешательства, решить, разрешить конфликт на Горного Карабаха. Сейчас мы такую же возможность предоставим. Ладно, тогда мы все, идем вглубь. Скоро вы не согласны с этим. Согласитесь, это значит пригласить Турцию на свою территорию. Вот что предлагает сейчас Никол Пашинян. Под видом, вы знаете, посмотрите, помните, я первый руководитель страны в мире, который предлагал, что любое решение Карабахского конфликта должно выйти как из интересов азербайджанского народа, карабахского народа, армянского народа. Мы видим, чем это завершилось. И то же самое сейчас он делает. Представляете, человек, который проиграл войну, который стал причиной жертв 5 тысяч наших парней, больше 10 тысяч искалеченных, сколько не знаем, неизвестно по тем, даже сейчас не хочу в рефере говорить о той, которую мы наблюдали на этих учреждениях в последние дни несколько. Я даже не могу спокойно об этом говорить. Представляете, этот человек гордится своим парнем, тем, что он потерпел поражение. Мы потерпели поражение. Слушайте, мы привыкли, люди гордятся, когда выигрывают, побеждают. Это аномалия. Это патологическое, патологическое явление. Я даже не знаю, как его объяснить. Сложно понять это все. Можно понять, если твоя задача заключается просто стереть с земли, с лица земли Армению. Тогда очень спокойно можно его понять. По поводу роли России, иногда от некоторых кругов звучат обвинения в пассивности, в недостаточно вмешательстве. Насколько вы видите эффективным нашу внешнюю политику сегодня? И насколько мы можем рассчитывать на вмешательство внешних заинтересованных игроков в разрешении вот этой вот ситуации? Если быть откровенным, то мы должны констатировать некоторые очень четкие моменты. Во-первых, если бы не Россия, если бы не Россия, еще раз подчеркиваю, еще непонятно, чем завершилась бы эта война. если бы не Россия. Россия на продвижении всей этой военной, периода военных действий пыталась честно, откровенно выполнить свои стратегические обязательства как стратегический союз. «Если бы не российские миротворцы, сегодня мира там не было бы. Если бы не российское вмешательство, не было бы Карабаха вообще». Это мы должны четко определить. «Если бы не российское присутствие на территории Армении и не только в виде 102-й базы, то вряд ли мы могли бы сейчас с вами так спокойно сидеть и в студии разговаривать. То есть мы должны четко обозначить, что Россия по возможности пыталась выполнить свои обязательства перед своим союзником. Безусловно, Россия всегда, это любому понятно, в любой ситуации будет руководствоваться своими интересами. Своими интересами. Это наша с вами задача. Как сделать, чтобы наши интересы и российские интересы совпали понимаете, это наша задача. Так не может быть, что я не знаю, я сделаю, что я захочу и как я захочу. А вы, россияне, должны мне поддержать любую такой сложную ситуацию, поскольку вы мой союзник стратегический. Такого не бывает. Это взаимные взаимоотношения. Понимаете? Я могу привести много примеров того, как сегодняшние власти нарочно, всячески старались испортить вот эти взаимоотношения между Арменией и Россией. Приведу пару примеров. Я думаю, что любой поймет в этих условиях, какова может быть реакция России. вы помните, непосредственно после так называемой бархатной революции в Армении начались какие-то семинары, связанные как реализовать бархатные революции в России. Это проводилось в Армении. И принимали участие очень многие так скажем видны сегодняшние лица. Это стало известно и никто это не отрицал. Вы помните, когда после референдума по Первому каналу, по итогам референдума показывали интервью Навального, но не официальных лиц. по итогам это о чем говорит Веспояр Никола общественное телевидение это непосредственный рупор Николы Пашиняна. Это не мои слова. Это слова международных наблюдателей. Дальше. Сигташ Совета безопасности. Он человек, который в свое время топтал я не знаю что делал с российским флагом у входа посольства России. В составе вот этой группы верхушки очень многие которые в составе или под программой Соровской они выступали все время против России. Как вы думаете вот к таким властям у российского политического руководства может быть доверие? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Понимаете? человек который когда-то говорил что четырехдневную войну имитировал Путин сейчас говорит вы знаете так пытаться каким-то образом обойти эту тему ведь это просто так не проходит но но в этих условиях даже исключительно руководство своими стратегическими интересами в том числе в течение 44-дневной войны Россия безвозмездно представил представил этот передавал нам военную технику необходимую оставим в сторону как это было использовано но он это делал он добивался мы с вами знаем он добивался прекращения военных действий мы же знаем телефон разговора 19 октября который не отрицает сам Пашинян о чем речь может быть ну так не бывает знаете я буду здесь испортить все в том числе ваши дела но вы должны мне все время поддержать такого не бывает такого не бывает если вы стратегический союзник ведите себя как стратегический союзник во всех сферах во всех отношениях ведите себя так что вы считаетесь так же моими стратегическими интересами чтобы я тоже считался вашими интересами помните Армения в южном направлении это естественный союзник России знаете почему потому что и у России и у Армении угрозы одни и те же в сфере безопасности Турция Азербайджан Россия питается сейчас у него очень сложная ситуация там у него проблемы с Белоруссией там проблемы с Донецкой проблемы с Сирией то есть Россия сейчас питается там в Средней Азии там происходят какие-то процессы он Россия понимает что он постепенно постепенно питает себя привлечь вовлечь скорее всего такие процессы под которых он просто просто так не выйдет не выйдет поэтому любой ценой ему нужен мир причем мир и для нас и для него и для нее понимаете и муротворцы вот в нашем регионе с этой точки зрения конечно они играют определенную роль и последняя идея по поводу роли России или наше отношение к России так получилось это не мои оценки это оценки экспертов военных что 90% вооружений военной техники армянской армии практически или уничтожены или в таком состоянии что ее использовать нельзя в этих условиях и в тех при тех угрозах которые обеспечил для Азербайджана по шиням своими действиями на наших границах в этих условиях говорить каких-то о каких-то вещах против России и думать или предположить что даже в этих условиях Россия должна извините извините мне очень много это непонятно понимаете самое важное мне кажется вот это тоже меня интересует я вам скажу например Иран заявил что для нее является красной линией он сказал любое изменение конфигурации соседей в северном направлении для него это красная линия Иран это заявил я очень хотел бы чтобы Россия тоже заявила что для нее является красной линией здесь это очень важно вот пока не будет это заявлено у многих есть будет возможность спекулировать российской ролью России российских миротворцев российских вооруженных сил здесь в нашем регионе я вот например я бы рекомендовал российскому эстеблишменту экспертному сообществу каким-то образом определить вот ту красную линию за чертой которой никто не уступит и никому вот это по-моему внесло бы очень ясность большую многие политические круги заявляют о необходимости углубления отношений с Россией даже вплоть до вступления в союзное государство как вы видите дальнейшее развитие армяно-российских отношений как должно развиваться в каком я знаю об этом в целом такую перспективу исключить нельзя такую перспективу исключить нельзя но согласитесь что эта перспектива должна быть очень мотивирована чересчур мотивирована понимаете это первое второе я лично такого мнения что наша задача сегодня используя возможности всех наших друзей в том числе стратегических партнеров подняться на ноги знаете Армения которая там на корточках где-то сидит никому не нужна и в первую очередь России тоже не нужна Россия нуждается как и любой нуждается нуждается сильным партнером сильном союзнике нуждается в союзнике на котором можно опереться Россия всегда будет поддерживать тех и не только Россию кто сильный наша задача сейчас восстановить свою государственную политическую общественную восстановить государственную политическую общественную организм нам нужно постепенно выправить свою спину выправить восстановить свою честь достоинство вот тогда можем много обсудить тогда можем много обсудить сейчас первостепенная задача заключается именно в этом я так думаю питаться с помощью с поддержкой России и не только России у нас много друзей которые в общем-то довольно-то симпатии симпатии относятся к Армении просто эти власти они во всем мешают нам во всем вот если они уйдут я более чем говорю предстоящие выборы это просто выборы не только и не столько скажем политической какой-то сильной или какого-то курса а это выборы или за Армению или против Армении за Армению или против Армении поэтому я думаю что 21 мы с вами будем более как говорится вот обнадеживающе говорить о наших перспективах но еще раз говорю в любом случае на этом промежутке времени коротком задача первая встать на ноги выправить свою спину Хозров Меликович вот сейчас у нас уже мало времени осталось до выборов досрочных парламентских но в них не участвуют многие опытные политики в том числе вы которые имеют большой опыт большие знания в этой области вы говорите о том что Армению нужно поставить на ноги чтобы она встала с колен видите ли вы среди вот участников а участников очень много 26 партий и блоков принимают участие что тоже как говорят эксперты проявления кризиса что так много разрозненных сил могут ли они поставить на ноги есть ли силы я я хочу перед тем как ответить конкретно ваш вопрос свое представление о той ситуации который мы сейчас находимся я имею ввиду в предвыборной ситуации знаете я из тех политиков или государственных деятелей который уверен был и сейчас уверен что Никола Пашняна и ее власть нужно было устранить и поставить перед законом в суде этом порядке то есть нельзя было эту ситуацию выправить путем выборов выборы ассоциируются в основном борьбой за власть а сейчас речь не идет о власти речь идет каким образом приостановить тут свободное падение государственности которое мы с вами наблюдаем посмотрите никакой никакой институт государственный сегодня не функционирует никакой институт среди белого дня мы такого не наблюдали нет такого не было это было в 90-х годах среди белого дня расстреливают люди идет стрельба такого у нас никогда не было где полиция чем занимается она она занимается за прослеживанием прослеживанием митингующих понимаете как бы вот выкручиванием рук государственных или политических деятелей она не занимается своими прямыми обязательствами вообще какой институт сегодня занимается своими прямыми обязательствами оборона Министерство обороны, Генштаб. Понимаете, когда делается такого вида заявления, из-за каких-то 30% сейвеличия, что мы должны объявить войну? Или, скажем, вершина горы находится в течение, скажем, целого года снежного. Ну, неужели мы там должны держать своих вооруженных формирований? Я просто поражаюсь. Если так было, то в Арктике и за Арктику никто сегодня даже голову себя не ломал, нет? Мы же идем в какое противостояние за арктические территории. Такого не бывает. Но это же инфантильность, такое мышление. А это передается государственным институтам. И мы с вами сегодня, у нас нету власти. Она валяется где-то там. Нету власти. Абсолютно. И, следовательно, предстоящий выбор, это не выбор удобного, хорошего режима, что ли. Понимаете? Это просто выбор будущего араба. Или Армения есть, или его не будет. Или ее не будет. Без преувеличения. Есть такие силы, которые могут обнадежить, как говорится, народ, население, что перспектива все же есть. Есть такие силы. Я скажу, две силы всего-навсего. Это «Имею честь» или «Честь имею»? И блок АЭСТа армии. Вот там люди и с опытом, и со знаниями, и с преданностью. Как говорится, вот с ними можно было войти в разведку. Вот с этими силами можно было бы войти в разведку. А почему вот 17 партий, которые были в оппозиции, комитет за спасение Родины, они не пошли объединенными силами на выборы? Вот поэтому, это правильный вопрос. Если, во-первых, давайте констатируем, что вот это движение за спасение отчизны или Родины, это не только были 17 партийских партий. Там были очень много общественных организаций, видных общественных деятелей, которые не представляли никакую партию. Это было на самом деле движение. Что касается вот тех, которые принимали или были вовлечены в это движение, почему они не пошли единым блоком. Вы знаете, я вам скажу, я бы очень хотел, чтобы так это было. Я очень хотел бы, чтобы так оно было. К сожалению, многие, сейчас не скажем многие, а некоторые, увидели вот именно в этом процессе досрочных выборов более прагматичный и более конституционный способ свержения, как говорится, этих властей. То есть конституционным образом это привело, если основные действующие лица, действующие силы, они понимали, почему идут в этом направлении. Потому что все же в этих условиях, значит, сделать шаги, которые могли бы стать причиной гражданских столкновений вплоть до гражданской войны, это было бы губительно для нас. Поэтому многие влиятельные политики приняли решение, что, может быть, стоит пойти в этом направлении. То есть освободиться от режима Никола Пашиняна именно конституционным путем и путем выборов. Но задача от этого не менялась. Задача все же была в том, что вот этот соглас, который придал своему народу, он должен уйти и перестать перед судом. Но это предполагалось, может быть, прагматично именно с точки зрения конституционности и во избежание других осложнений гражданского характера, да, пойти по этому типу. Но это основные, как говорится, силы так думали. То есть они таким образом решали задачу избавиться от этой предательской власти. Но многие это расстелили просто очередная борьба за власть. Или возможность попасть, оказаться в парламенте. Отсюда пошло вот это. Я лично считаю, что многие там, им нечего делать. Они многие-многие-многие из них знают, что даже пару процентов не соберут, наберут голосов. Зачем им вклиниться в эту борьбу, непонятно. Вот этого я не пойму. Мне очень жаль, что так получилось. Я думал, что это должно было, скажем, ну 3-4 партии, и все, максимум. Консенсус минус один. Вот правильная была формула. Консенсус минус один. Он там в одиночестве со своими маленькими этими сателлитами. И народ здесь общим блоком. Это было бы, конечно, здорово. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Во всяком случае, я более чем уверен, что именно вот эти два, два единицы политических, я имею в виду и Кочиан, и Дванецяна, да, это блоки, они способны не только выиграть, но и в дальнейшем сотрудничая, вывести страну из этой глубокой ямы. Из этой глубокой ямы. Только они. Я в этом не сомневаюсь. Остров Меликович, спасибо вам большое за интересный интервью. Спасибо вам тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова